Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия. В студии Ярослав Щеклана. Смотрите в нашем выпуске. Сколько кандидатов от политических партий и одномандатников будут баллотироваться в Госдуму? Об этом руководитель РИС-Избиркома Лариса Абазалиева. Вакцинация – единственный способ победить коронавирус. Начальник госпиталя «Северный» Шамиль Шаманов рассказал о возрасте госпитализируемых и о важности прививки. С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, а со 2 августа начнутся выплаты школьникам. Вековой юбилей празднует сегодня Анна Антоновна Зиновьева. Наилучшие пожелания – цветы, подарки и праздничный торт в честь юбиляра. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов побывал с рабочей поездкой в Ногайском районе. В частности, посетил один из крупнейших населенных пунктов – аул «Иконхалк» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Тахтамыш» – один из крупных растеневодческих хозяйств республики. СПК ориентирован на выращивание пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. Рашид Тимрезов оценил масштабы производства, осмотрел зернохранилище. Также глава ознакомился и с ходом строительства первой в ауле парковой зоны. По завершению работ здесь появится фонтан и еще одна уличная игровая площадка для малышей. При этом приоритетным вопросом, безусловно, остается водоснабжение. В «Иконхалке» для обеспечения бесперебойным водоснабжением уже стартовали работы по строительству водопроводных сетей. Подробный репортаж смотрите в понедельник в наших информационных выпусках. 19 сентября россиянам предстоит выбрать депутатов в Государственную Думу. Участие в выборах примут как самовыдвиженцы, так и представители от партий. По информации рейса избиркома, в нашей республике в этом году будут самые конкурентные выборы за последние годы. Об этом более подробно рассказала председатель избирательной комиссии Лариса Базалиева. По федеральному списку на сегодняшний день, и эта цифра уже не изменится, выдвинулись 15 политических партий. Из них 14 – это партии, которые имеют преференцию, они представлены в законодательных собраниях тех или иных субъектов, и поэтому они освобождены от необходимости собирать подписи в свою поддержку. Еще одна партия, 15-я, может появиться в нашем бюллетене – это Российский общенародный союз. Этой партии нужно собрать 200 тысяч подписей своих сторонников в поддержку своего выдвижения. Что касается одномандатников, то здесь ситуация похожая, но конкурентность все-таки поменьше. По Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 16 выдвинулись 10 кандидатов. Девять из них – представители этих же политических партий. Им не требуется собирать подписи в свою поддержку. Есть еще кандидат-самовыдвиженец. Это жительница Зеленчукского района. Она выдвинулась, предоставила документы к своему выдвижению и в настоящее время собирает подписи в свою поддержку. 13 августа – последний день, когда будут зарегистрированы все кандидаты. В Карачаево-Черкесии от коронавируса привились 40% взрослого населения. Ежедневно в республике вакцинируется порядка 800 человек. В Минздравом Карачаево-Черкесии проводится большая работа по вакцинации населения, которая находится в группе риска по тяжелому течению COVID-19. О важности прививок говорят многие врачи. Начальник госпиталя «Северный» Черкеска Шамиль Шаманов отметил, что в нашей республике меньше всего вакцинируются люди старшего поколения. Бывают и случаи, когда коронавирусом заболели люди, сделавшие прививку, но у них болезнь протекает легче, чем у других. Также он отметил, что госпиталь продолжает работу, и они могут принять 200 человек с коронавирусом. На сегодняшний день в госпитале «Северный» лечатся 100 человек. На сегодняшний день я вижу важность вакцинации в том, что вспомните то, что очень много болезней, которых уже нет, которые были искоренены в разные времена, только с помощью вакцин, прививок. Так что я надеюсь, что с этой болезнью нам тоже поможет именно вакцинирование. Вакцинируется более такой контингент молодой населения. И очень часто к нам поступают именно поживые люди. Те, которые старые закалки, те, которые, может, не желают вакцинироваться, может быть, у них какие-то противопоказания. Но противопоказаний фактически нет при вакцинации. Но, к сожалению, сейчас очень много поживых людей болеет. И ввести из оперштаба. Сегодня в Крачао-Черкесии выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 22 326 человек. Из них 20 672 выздоровели, 660 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Крачаево-Черкесии в горах местами кратковременная дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-17, в горах 6-11, а днем 27-32. И в горах местами до плюс 22. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 29-31 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. С 1 августа работающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности, увеличат пенсию. Это делается ежегодно в обязательном порядке. Пенсионерам нет необходимости обращаться в пенсионный фонд. Перерасчет произведут автоматически. Рассказали в Пенсионном фонде Республики. Увеличение произойдет за счет сумм страховых взносов. Но по закону максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров не может превышать трех коэффициентов. С учетом трех баллов увеличение пенсии составит 296 рублей 58 копеек. Но граждане могут получить сумму и меньше, чем 296 рублей 58 копеек. Все будет зависеть от того, какое количество коэффициентов гражданин заработал за 2020 год. Еще сейчас отделение пенсионного фонда готовит документы выплатные на выплату единовременной выплаты к школе по заявлениям, которые поступили у нас через портал госуслуг, либо на личном приеме в клиентские службы. Выплаты раньше были запланированы на 16 августа. Это сейчас мы будем выплачивать уже начиная со 2 августа. Поэтому те граждане, которые еще не обратились за этими выплатами, они могут подать заявление через портал госуслуг, либо прийти на личный прием в наши клиентские службы. В доме-интернате для престарелых и инвалидов большой праздник. Все жильцы и работники отмечают столетний юбилей ветерана Великой Отечественной войны труда Анны Антоновны Зиновьевой. В преддверии такого дня поздравить виновницу торжества приехали гости из Росгвардии. Альбина Курочинова-Кенжева продолжит. Анна Антоновна Зиновьева проживает в доме-интернате с 2006 года и является самым старшим жильцом. После того, как ушел из жизни единственный сын, внук хотел забрать бабушку в Ростов-на-Дону. Анна Антоновна была категорически против. Любовь к родной республике перевесила все остальное. Юбиляр говорит, что ни о чем не жалеет. Любит дом-интернат и он ей стал родным. С внуком постоянно на связи и ждет его приезда с нетерпением. А здоровье как? Здоровье. Не знаю, как сказать. Хорошо сказать нельзя и плохо сказать нельзя. Тортик будете кушать? Будем. Вы любите торт? Все будем кушать. Поздравить виновницу торжества прибыли почетные гости из Росгвардии. Заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Михаил Романов. Начальник управления нацгвардии по республике Андрей Пархоменко. И заместитель начальника по работе с личным составом по Карачаево-Черкесии Марат Цуров. Мы хотим поздравить вас с таким прекрасным юбилеем. Вы прожили целый век. И не просто прожили, прожили, наверное, в самые тяжелые, самые сложные времена для нашей страны. И то, что сейчас вы подарили нам, вашим трудом, это мирное небо над головой. Это радость, счастье, прекрасная погода, прекрасная природа и прекрасное государство, которое сейчас у нас есть. Желаем вам долгих-долгих лет жизни, крепкого-крепкого здоровья и всех благ земных, всего самого доброго. Ну и как мы с вами договорились, мы, наверное, на 150 лет, мы с вами лесгинку должны станцевать. Вы сказали, точно вы со мной будете танцевать. Директор дома-интерната Светлана Килина говорит о бане Антоновне с теплотой. Описывает ее мягкий характер, ее любовь к музыке и посиделкам с жильцами дома. Говорит, что она очень добрая и спокойная женщина. С 2006 года она очень активная, всегда была, пела песни. Из-за него Анна Антоновна посвятила себя религией и всю жизнь она пела в церкви, в церковном хоре. Она и сейчас также верит в Бога, позитивная, всем желает здоровья, долгих лет жизни. Мужественная женщина Анна Зиновьева пережила военное и тяжелое послевоенное время. Совсем недавно поборола коварный ковид. Сильная духом юбиляр благодарит за внимание к себе и желает всем здоровья и мирного неба над головой. Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Центре молодежного творчества Карачаевска прошла персональная выставка живописи доктора педагогических наук, члена Международной ассоциации деятелей художественного образования Мадиной Блимготовой. Великолепием работ мастера вдохновился и наш корреспондент Ахмат Халкечев. Название выставки «Отчий дом» как нельзя предельно точно отражает содержание великолепных работ художницы. Любая картина наполнена огромным чувством любви к родной земле. Буквально в каждой из них присутствует дух нашего горного края. Она дает эту красоту, душу вливает. Первый раз я увидел вот такие красивые картины. Наверное, ваша душа такая красивая. Разнообразие жанров поражает каждого зрителя. Здесь и портреты, и пейзажи, и натюрморты. Мастер-кисти работает во всех этих жанрах одинаково профессионально. Также зрителя очаровывает палитра красок. Мы с администрацией врача Свердоскопра рады, что вы возглавляете наше детское творчество. Это такой уникальный ресурс нашего города, где наши детки, что мы сохранили это учреждение, что наши детки вот такие вещи могли делать. В принципе, с вашим приходом творческого человека, я думаю, что изменения будут прогрессивные. Мадина Ильясовна – доктор педагогических наук, профессор, член Международной ассоциации деятелей художественного образования. Она является автором более 200 научных и свыше 100 творческих работ. Первую свою диссертацию Блимкутова посвятила технике раскрытия творческого потенциала детей школьного возраста. И второе, ее научное изыскание на педагогической стезе тоже направлено на выявление талантов, но уже среди студентов профильных вузов. Я выражаю каждому большую и огромную благодарность, что посетили нас, посетили нашу выставку. Эти выставки у нас будут проходить регулярно. И я бы хотела, чтобы вы нас каждый раз радовали своим присутствием. Спасибо вам огромное. Выбор творческого пути Мадина Ильясовна во многом определила то, что она росла в творческой семье. С самых юных лет родители всячески поддерживали развитие творческой натуры своей дочери. Ну а на поприще педагога я получаю гораздо больше энергии и энтузиазма, чем даю, резюмирует она. Ахмат Халкищев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Это все вести прямо сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok